номер пятьсот тридцать четвертый события дня как эпиграф деяния 18 но вы примете силу когда сойдет на вас дух святой вот это надо ожидать вот сейчас это время царю небесной молитвы не считается ожидание духа святого и пасха кончилась христос воскресе измертных тоже не считается а просто пропус делается вот как у нас оставлено богослужения православия андрей новый за 29 5 17 но я говорил что события какие вчера меня сергей возил пупков больницу кроме бумажки мне еще и не дали лекарства я не пью я подумал что может там забила уши щек нет все нормально и уши оба одинаково слушают но простыл там какое-то воспаление 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 час тепло так пройдет андрей новгород пишет день добрый уважаемый дате лапкин скажите пожалуйста дозволено в церкви стоять ноги во кресты ноги переплетенные видимо или например руки в карманах брюк а если нет то почему молюсь о здоровье ваших братьев у вас ли еще ну ноги у нас написано вместе пятки вместе ноги не подгибать в колени не сгибать ноги даже быть обе прямые стоять стоят когда у флага где-то в манзолее там я показываю а мы переживаем христом стоим не положено это не облокачиваться нигде на стену нигде почему благоговение перед богом ты стоишь допустим перед начальником пришел будешь стоять нога за ногу переплетать в кресты я так понял христом это ноги на теперь но нет конечно и об этом говорить не на дне за новгород это фамилия такая или что я надо всего докапываюсь узнать почему и как у меня интересно один старый обрядец как-то хотел меня подоткнуть как говорят укусить елисеев елисей елисеев с дальнего востока еще его знаю меня занесло вы давно не отвечали там где-то не были я думал что уже и лапки верху лапки он другого не знает а он не знает что лапки раз слова лапки маленькие уменьшительно слова лапы один раз библии встречается паук лапками цепляется добывает царских палатах а что лапки вверх упал кто-то это мирское все нет и упал еще тонн зартащился против собора и старообрядческий собор его отлучил вот он только начал нападать на меня и вон такой боевой там видно из бородой все одним мигом отрезала я сколько раз говорил не трожьте меня попутно сказать хотел был духовник у иосифа архиепископа старообрядческо белокринитской иерархии на рогожском поселке на рогожском кладбище и духовник который исповедовал павел морозов отец павел морозов его занесло на меня это мне описано эта история как он меня право войну объявил а я был сибирский в это время вот он ездил с дочерью машей везде и священника хороший и получилась так вот он только на меня напал буквально в этом же году его отключили сняли сан и когда он умер запретили даже отпевать все это случайно и все это такое то не трожьте меня говорю трогать будете мне награду только но вам не полезно это будет совесть ваша будет страдать я не виноват перед вами я им говорю вы нападаете но я предупредил заранее представьте духовник а тостанушка но у них это высшая архиепископ как предстоятель церкви его отключили запретили даже отпевать а она выделилась в отдельную группу конечно стали уже клят клясть свой сенот там что-то у них есть проще вот так валентина павлов санкт-петербург мир вам игнатий не затруднит ли вас ответить вот на такие вопросы как вы думаете в чем смысл и какая будущность у православного добровольчества и что можете сказать о состоянии православного добровольчества сегодня добровольчество там и не знаю я это такое что-то за вопрос мне он не понятен смысл будущность какая-то добродетель добровольно везде идти добровольно доброходно дающего бог любит говори вот я как исайя возьми меня господи какая будущая если по слову божию на добрые дела они так что добровольцы набираются воевать с украиной надо кого-то послать надо воевать чечню вот плохо а добровольчество когда где-то что-то помогают и за детьми за больными ухаживают положительно за это награда от бога обещано состав 25 глава евангелия атмосфере и что можете сказать о состоянии православного добровольчества сегодня православное добровольчество сегодня ничего не могу сказать потому что я не знаю с большим числом таких людей вот у нас есть сейчас приезжай снова кузнецком леска галина помогать тут реветка просилась там с украины хорошая девушка но я тебя как примут а хоть ребенка привези когда будет заранее характеристика нужно от священника чтобы я знал кого принимать на сегодня еще может быть и и кинуто заступается за нее арахиль вот несколько возьми брата-то своего тебя будешь как с ребенком у правила такие детям отдыхать мы лагеря то нет у нас теперь какие вы видите различие понятия волонтер добровольцы православный добровольец вот эти три слова волонтера куда волонтер куда волонтер ничего не говорит то есть он добровольный не сонный вызвался на что-то где-то как-то волонтер это помогать кому-то куда-то поехать уборочные какая-то может быть добровольец на то более похоже на военная добровольца а это смысл то один и тоже но это как бы конкретизирует в моем понятии так добровольец на фронт пошел добровольцам и православный добровольец это в подлинном смысле если православный если он знает веру православные евангельские православного так надо добавить то но это то что богом похвально он везде старается у нас такая сестра есть да ни одна сестра такая я еще услышал скорее все время с больными с больными допаивают докармливают где-то добровольца вот часто если кто есть такие барнаули рядом у меня тут одна знакомая и у нее заболели отец и мать сильно болеют и хотя бы день провести она сама-то болящие да и родители такие вот на меня выйдете проверьте себя православный доброволец или нет а как вы считаете себя стоящий то считаю себя православный доброволец по полной катушке дети сорок пять лет я начале детского лагеря там православный доброволец восстанавливать поселение с людьми преподавать про христианскую веру не длине деньги два пятьдесят пять лет уже практически будет пятьдесят пять на следующий год я православный доброволец я себя таким считаю как вы думаете что мешает развитию православного добровольца наших церквях церквях она имеет туда может быть приходы если в общем это что мешает безразвищая тепло-хладность что мешает священники которые к этому не побуждают я беру узкая а реальная город барнаул без на другие я просто не имею этих данных и говорить о том чего не знаю они говорят они на люди минут по двум-трем как судить то у меня нет связи таких больших чтобы проникнуть внутри общины там здесь я бы мог сказать меня надо приглашали разобраться с библиотеками я и рублю библиотеку большая библиотека на три части одну бы сразу же уничтожаем ночью корочки отрываем я и забираю переплетчик было работал реставратор они мне сгодятся вторая половина это которая но безвредная можно сдать за деньги подешевле конечно и третье там классика разная хорошая я знаю какие хорошие оставь себе библиотеку вот какая классика но это все это буду перечислять ясно дело что всего достоевского и чехова оставить надо пушкина можно было бы делить а счетом делить не так и много так какие принципы это правило действий вы считаете важными в светском и православном дарвовольчестве рождение свыше и водительство духом святым все это если непонятно тут долго объяснять рожденный свыше господь творю все новое то есть новое рождение ты по-новому все будешь рассматривать вот говорят вот как-то непонятно ну как но меня привезли в краевую больницу а я в коляске я всю жизнь работал на стройке и когда тащишь рельсы длинные там шпалы бывает большое бревно и и кто-то по середке прогибается едва держится защитя же сложится на тебя и у меня раздавлены межпозвоночные там хрящи какие прокладки 3 у меня еще две грыжи и вот привезли меня она защемила и выхода никакого нет и делали операцию делягин там и профессор и первым профессор должен к дмитрий андреевич ну вот у многих ли бывает так что он сделал операцию а потом с женой вместе за 150 километров приехал потеряем q все осмотрел и был значит какие наши отношения какие действия вот а теперь я был в этой же больнице его там меня подвел к нему виктор андреевич ему сразу сфотографировались у него улыбка солиста не свой а я никто его клиент который он резал я только спросил вот тогда еще не было этих записывающих устройств но были такие уже лента крутилась там видео кассеты я говорю когда мне операцию то делали можно было тимка почему не сказали я подумал нельзя да почему же нельзя то ну стоял бы человек оделся в халат и все заснял как меня резали они это интересно попутно сказать вот это упал священник допустим я его спрашиваю ударили его а что вы в это время видели ничего не видел батюшка был тоже поплыл и операцию делали что делал ничего не делал ну пришел себя уже все сделали вот я с кем не разговаривал а почему спрашивают они это делали операции тоже накачали меня этими газами чтобы сознание потерять трубка и я как будто бы не был нигде я сразу вижу себя я в лагере солнечный день лагерь детский и солнечный солнечный день и ребятишки мои сидят на скамейках и какие-то юноши в светлых одеждах перед ними стоят что-то говорят они внимательно слушают я до того удивился это я в этом состоянии и дальше глаза открываю вижу у кровати стоит врач который делал операцию это мне и говорит вот я щас буду щипать вас а вы но вы чувствуете нет я говорю чувствую и дальше я говорят сильно память отшибает это когда в такой набиос то вводят но я сразу начал цитировать про себя евангелие от иоанна третью главу прочитал он не давай псалмы перебирать считать вот виктор андреевич пришел дальше глаза закрыл открыл губернатор края стоит рядом люди какие-то губернатор стоит это вообще суриков александр александрович он посол белоруссии это еще он вас пришел проведать да нет конечно он привел больницу показать видимо немецкое оборудование там было и как раз тот момент когда я пришел себя в реанимацию а так как мы знакомы он и подошел людям когда говоришь они не понимают даже это но так все случилось а тут потоком пошли люди там принесут и корреспонденты и мои родители детей которые в лагере были и того только не было так что вот тебе и добровольцы важен светском православно-доброволь светском я это не касаюсь меня не трогает и сколько какое но такими принципами у христианина потому что он христианин он делает для христа вот посетили меня господь говорит янтатауза бог которому нет места и причины и он вдруг вмещается на твоем месте не лежит больной и размер койки там метр восемьдесят все посетил меня накормил меня у нас вот это светское важным я не считаю и не знаю я знаю надо обратиться а если человек там добрый ну добрый там свои какие-то принципы он за это получает награду цена то что ты делаешь для христа как своего спасителя вот я отвечаю не знаю если она будет смотреть вот у спрашивал по меня даже валентина павла из санкт-петербурга я отвечаю описать то я ничего не пишу пишет анатолий вчера в 23 там где занимается а почему 18 по объявлению не пишет елена язенкова отвечает до объявили 18 а проводят в 16 и следующий раз тоже 16 по москве сегодня для меня было большое искушение то есть эти люди которые ходили на наше занятие который сергей павлович кубков ведет и говорит половину времени вместо занятия обсуждали игнатия тихоновича не знаю продолжать переизвучение с этой группой то есть мы перестали вести занятия до 10 октября а всем советовали в группу то организовывать и самая организовала ту группу сергей ильины санкт-петербурга человек мы давно знакомы больше тридцати лет наверно с ним он во фронте приезжал там был все знает где-то занимает у нас хорошие отношения и это его группа и мы туда людей посылали узнали где-то и у него там половину времени вместо занятия обсуждали меня мне это вообще непонятно ну у кого-то там я еще понял бы но у сергея и он это слышал и как они обсуждали что были на нашей группе или что-то считали мне все это непонятно так что елена язенкова дайте мне пояснение и что или вы сами дайте на наши ресурсы пошите что они обсуждали как делать так как мы делаем или обсуждали осуждали смысл имеется ввиду то есть думали что по-другому слава иисусу христу проверяет старшая сестра живой я или нет все вот так видите половину времени вместо занятия обсуждали игнатия тихоновича у нас тоже бывают занятия идут и они выцепится там патриархия патриархия мне это уже как батюшка запрещает говорить на я поясню уже все объяснила на материалах есть не надо это дело матриархия надо по делу делать ты заметил какой недостаток поруби его на как сделаешь я рассказываю неоднократно как вот идем здесь по тротуару а веточки в глаза люди преклоняются то другое мы взяли лестницу с инститтором николаевичем савченко то и за ночь прошли всю трассу и все от пилили в сторону а дальше увезли сучки эти все уходят и никто не знает там в одном месте было такое что по темноте разобьешься с коляской не подняться сделали для себя возвышение пирс на такую акцию развел и корреспондентов фотографии напечатали в газетах все пандус сделали ступеньки с двух сторон конкретно что ты делаешь они просто старик бурчила не знаю продолжать и изучению с этой группой выбора то никакого нету елена продолжайте и разузнайте о чем обсуждение мне подробно напишите анатолий думаю к этому уже пора привыкнуть если человек обсуждает значит он не мертвый вот видишь к это правильно мертвого еще будут обсуждать то ум надо их зашел сергей игнатов пишет спаси христос всех братьев и сестер нашего чата люблю во хрисе чат и даже слова то я не употребляю никогда у меня сегодня была встреча с благощины маринского района донецкой епархии по вопросу благовестия священного писания на русском языке у всех священников связаны руки для самостоятельного принятия решения по данному вопросу хотя все понимают что прихожане с церковно-славянский язык почти не понимают в упц украинской православной церкви московского патриархата такое решение может принять собор епископов как это например решил в украине раскольнический собор у пацио киевского патриархата о богослужении на украинском языке спаси христос всем доброго дня еду в командировку харьков ночую в монастыре бытовые условия там хорошие на обучение прихожан правилам поведения в храме закону божию никакой не будем молиться вот это то что пришло не за больше чем-то занимался эту ты один но благодарение господа мы прожили и ваших следующий день сейчас я хочу показать по теме по одной которая у нас идет все время мы давно я беру по маленьку вопрос а туда войне потому что если молиться ты думаешь как будешь молиться ты знаешь не знаешь вот вопрос из этой темы я беру вопрос 948 3 том это все на нашем сайте есть православный библейский сайт во свете библии открытым оком из моих открытым оком при министерстве обороны освещена часовня архистратива михаила в известиях газете на первой странице фотографии где патриарх алексей 2 причащает бритые генералов христианство ли это зачем церковь соединяется с государством это в университетах я не знаю в каком вы готовы институт культуры и сельскохозяйственной педагогически я готова а вот алтайские государственные ну там гуманитарии в основном а технически тут другое дело я отвечаю патриарх ничем не отличается от прочих архиереев своей бездуховности говорю пользуясь их терминологией это я с катера отвечаю там записали все это макетофона были записывали я когда говорю о стол там макетофонами завален на тени говорили совершенно не сверяется с библией архиереи ничем не отличается от своих священников библия для них как бы и не существует священники ничем не отличается от своих мирян слова божие для них не нужно и не является руководством повторяю современное православие московской патриархии это абсолютно не евангельская организация а под религиозного бредоверием госучреждения и в данном случае патриарх просто жалкая игрушка на потеху и потребу мира нет у него ни страха божия не истинной веры он ездит по стране и играет бирюльки освещает какие-то храмы чесловни престолы и иконы кого-то награждает и все у него хорошо и власти его любят народ кланяется колесам его лимузина длинная машина членов правительства дела называли членовоз лука 626 горе вам когда все люди будут говорить о вас хорошо ибо так поступали с лжепророками отцы их видите как горе и антит 44 как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которые от единого бога не ищите и будет время это уже предсказано было когда здравоучения принимать не будут но по своим прихотям будут избирать себе учителей которые льстили бы слуху вот они избирая 2 тимофея 43 это я все отвечаю повторяясь капитры один человек сидел во первой скамейке и все записывал записывал а потом вдруг приносит коробки целая и говорит я уезжает я вам подарок хочу сделать а потом уже с этом все списано было это дословно дословно как у нас занятия шире для заранее могу сказать такие ответы никто не даст кто даст осипов даст или смирнов или какой там выступает там священник много говорят они да когда он скажет так чего ради то расстаться со своей должностью выгонят сразу сделать и воображено воображаемое сравнение двоеточие апостол павел защищает генералитет нерона и строить часовню на марсовом поле архиереи патриарх мертвой хваткой вцепились в свою власть представим себе что сейчас седьмой вселенский собор в лице всех своих представителей вызывает его на допрос и вопрошает господин ридигер это потеря арси второй подчиняет если вы решением нашего собора господин ридигер и к вам обращаемся вы подчиняете себе не подчиняйтесь он конечно отвечает да святые отцы нищесоже вопреки глаголю оскудевающие восполняющие это при рукоположении они все говорят и тогда ему засчитывает третье правило повторяя это седьмой вселенский собор а сегодня оттуда к мощи седьмое правило мощи 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 но мертвые смерти сами слепились трупа походники по-другому не назовешь их сегодняшний всякое избрание кавычки открыты слушай господин ридигер у вас кличка кгбовская дроздов зажал состоит еще молчишь-то отвечай ну да но власть была такая да вот принуждали ну слушай дроздов ридигер к вы двоеточки кавычки открыты всякое избрание его епископа или прессмитера или диакона делаемо мирскими начальниками да будет не действительно по правилу которое говорит если который епископ мирских начальников употребив через них получит епископскую церкви власть да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним ибо имеющий произвести свой епископа должен избираем быть от епископов его же святых отцов определенных яка же святых отцов определенных правиле который говорит епископа поставлять наиболее прилично всем той области епископом если же сие неудобно или по надлежащей нужде или по дальности пути то по крайней мере три вместе до соберутся а отсутствующие да примут участие в избрании и изъяснят согласие посредством грамот и тогда творят поставление утверждать же таковые действия в каждой области подобает и я митрополиту кавычки закрыты и так господин ридигер вы теперь патриархом считайтесь снимайте шапку и отдайте свою клюшку другим змеишники устроили в руках змеи держит две змеи а сами скройтесь в жаровинский монастырь кавычки закрыты и вот если бы так по канонам перешерстили всех архиереев сняли с церкви всю эту коммунистическую коросту сергянство уже было бы положено начало восстановления падшей скинии во дворе троица сергия лавры огромная толпа кто это ревизионная комиссия прибыли все до единой участники шестого вселенского собора срочными телеграммами вызваны все до единого священника двоеточие это я с капитр объясняю вы признаете решение нашего собора или нет да все честные отцы признаем и нищесо же вопреки глаголем восполняющие оскудевающие и так слушайте и понимаете это правило наше шестого вселенского собора 14 запишите себе на упрямых лбах кавычки открыты правило святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем дабы воприсмитеры прежде тридцати лет не руку полагать и если бы даже человек весьма достоин был но отлагать их до урещенных обговоренных лет до тридцати ибо господь иисус христос тридесятое лето тридцатое лето крестился и начал учить подобно диакон прежде двадцати пяти лет и диаконисы прежде сорока лет да не поставляются 15 правило слушайте внимательно и подиакон да поставляется не прежде двадцати пяти лет возраста если же кто кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен оскудевающие восполняющие вы сказали что назвали нас сищественными отцами признаете нищесо же вопреки глаголите так выйдете шагите шаг вперед кто раньше тридцати лет рукоположен то это что ж такое то как это может быть на тысячи священника только три правильно вот это да они переглядываются между собой шестой вселенский собор доката да вы же беззаконники его не можете не службу творить ничего вы же сказали что признаете наш собор да будет извержен вы все извержены все снять одежду архиереи палочки свои сложите в кучу пошли отсюда сегодня начинаем рукополагать тех которому 30 лет все обжалование не подлежит приступить к разоружению безоговорочной капитуляции далее представьте всех святых отцов утверждавших апостольские правила и точно так же перед ними вся советская потаевшая церковь и засчитывается правило 49 50 если кто епископ или пресвитер крестить не по господню учреждению во имя отца и сына святого духа но в трех безначальных или в трех сынок или в трех утешителей да будет извержен 50 правило если кто епископ или пресвитер совершить не три погружения погружение единого тайное действие но одно погружение давая мою смерть господню да будет извержен ибо не говорил господь смерть мою крестите но идя научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа духовная инквизиция приступите к исполнении ваших обязанностей все рясы сложить в одно место архиерейские жезлы не рассветшие сухие в другое от прикосновения к этим широким рукавам ряс кровотечения не останавливается ни у кого таких лже крещения без погружения ангел не возмущает воду и коллеги не делаются дровами нигде тавычки закрыты и вот после такого очистительного смерча после такой ревизии у этих генералов и в мыслях бы не было брать себе в наложницы невесту христову тащить ее на панель а это я даю только на один вопрос такой ответ но теперь скажите и знакомых вам архиереев патриархи были после этого после алексея новый или и священники будут они так отвечать потом отвечаю по канонам а дальше немного воображения как бы они разговаривали я знаю как они говорили к он не слушается там харисим один геннадий упасла и патриарх перед богом иди дьякона расскажи харисим дьякон там творит такое дело я его и сколько раз пытался исправить не так он пришел поднялся и и заорал там святой послушай патриарх кирилл прислал вот харисим дьякон не слушается не знаю что делать то это харисим упал умер вот как она не и сапер ну ведь и геннадий он ставит не ставил никого дьякона пока не заучит наизусть псалтырь на сегодня ни одного нету за тысячу лет ни одного но правила такие были и это пишет житиях святых димитрий ростовский и так вот один вопрос который мне задали видя на снимках как патриарх алексей второй причащает бритых генералов но теперь сами скажите кто может ответить сегодня кто так отвечал за тысячу лет в россии не потому что я так это дух святой делает благодать божия я же стою на кафедре это уже сидят генералы это же у меня епископ сидит это все на снимке видно и все это снимает на пленку священник московского патриархата до меня даже не голыми руками просто дунуть только меня не будет но однако не дуну они меня плевками залепили всего я ничего сделать не могут почему правила они даже сказать мы безбожники плевали мы на все ваши правила жировали будем жаровать а тогда другое дело я им правила другие тогда покажу другие тогда выступлю открыто с открытым словом забралом и так на сегодня думаю хватит если кто понял то понял почему я считаю самое ценное вот mail.ru у меня форум видеоканал на котором уже 7250 наших видеороликов mail.ru 18 с лишним тысяч фотографий то есть богатство неоценимое огромное но самое ценное это вопросы и ответы на сайте я заранее говорю не никто из них отвечать так не будет согласно библии святых отцов еще и воображение должно быть вот я представляю как они духовная инквизиция суды и так вот свершилась но у нас этого нету то есть далекие от собора и православными даже с натяжкой нельзя называть те которые правила нарушают нет они пришли и делают а вы признаете благодатность то-то и оно что признаю признаю и хожу и причащаюсь но говорить буду но как-то да несоответствие я могу голову пусть и да несоответствие но так постановили тоже святые отцы постановили до времени пока не будет принято решение я скорблю я не просто скорблю как один написал не кто-то написала игумен кирилл сахаров на берсеневке там 250 метров от храма христа спасителя его храм и он приезжал сюда с группы и говорит игнатия можно видеть церковно это соборной соборной ограде где там все приходят и холоблагощение и он часами плащет там часами на коленях плащет часами на коленях плащет но просто скажите возможно ли это да и где ты слезы возьмешь если нету их что-то еще можно ни один артист часами плакать не может никто а мне бог это давал я забывал себя как у серафим саровский его выводили он поднял руки у меня состояния не было никогда такого но слезы бог давал остановить невозможно земля рядом вся промощена будет почему о беззаконии даже настоятель подошел что вы так убиваетесь а грузовас почему вы ничего не делаете киан крыштатский говорил почему так распустили вожество и бритые штанах и и курящий на счете цыгане приходят разработали целую шкалу отпевать вот стоит опять допустим полторы тысячи а если священник выйдет на крыльцо то две с половиной а если будет петь не какая-то там бабушка а хор будет петь тогда восемь с половиной тысяч почему-то с половиной я примеру говорю да если еще и хор сопровождать будет то сто сорок пять тысяч и заплатят цыгане то на ворует наркотиками тут отравлять детей будут я еще с колокольным сбором двести восемьдесят и они заплатят миллион никуда чтобы с грохотом с шумом сошли в преисподнюю но на сегодня у меня все так я спрошу сейчас кто до конца тут вытерпел нас я вижу анатолия и сергея пухова правильно нет больше никого нет но все отошел и я с богом братья